Привет всем, с вами я Вика, привет из Будапешта. Мы вот в нашем любимом кофе. Я в Италии кофе не могу. Этот кофе паленый, фоняет, такой неприятный. И вот мой любимый, мое любимое кофе. Такой кофе вкусный. Только там не получается им на чай дать. Автомат, в машине нет опции. Я мелочи с собой ношу, по доллару, по евро. И им всегда даю. Смотрите, что я увидела. Вот это главный офис Национального банка Венгрии. Смотрите, банк. Сидим в кафе у окошка. И смотрю, думаю, что-то здесь не то. Что это? Мы сейчас в Венгрии. Это ладья викингов. Это ладья викингов. А викинги они же грабили. И он, я думаю, что это здесь здание? Смотрите, один помогает награбленное на ладью затащить. По-другому. И думаю, наверное, что-то с деньгами связано. Смотрите, что за здание. Я уже не помню, что где и как. И да, банк обалдеть. На таких зданиях просто так ничего не рисуют, ничего не лепят. Это все значение имеет какое-то. Там еще статуи, но это я не рассматривала, что-то времени. И мы едем в Сент-Эндр. И вот это меня задело. Думаю, дай сниму, покажу вам. Обалдеть, нет? На банке. Я вообще в шоке. Так посмотреть, походить на детали. А здесь продают Феррари. Тоже новинка для меня в этом здании. Это тоже какой-то банк вроде или что? Там написано. Какой-то банк. Не помню. Здесь Феррари продают. Смотрите, здесь еще одна фигня. Какой-то продавец чего-то пришел и в туземке гусики продал из зеркала. Ой, капец. Так посмотреть, что налеплено, нарисовано. Целая история. Обалдеть. Надо все просмотреть. Нет времени. Но надо, надо. Едем в Сент-Эндре. Надо доехать до Батяни-Тер. На красный метро. Батяни-Тер. И там прям как выйдете, сразу касса. У нас такой билет на три дня. На три дня. Если бы его не было, то билеты... Еще надо докупать билеты. Надо докупать билеты. Они по 450 форентов. Каждый доллар 50, доллар 40 в одну сторону на одного. Если бы не было билета на три дня, то было бы 3 тысячи с чем-то. Короче, 10 долларов на двоих туда-назад. А так было. Тысяча восемьсот. Ну, пять долларов туда-назад. Плюс у нас этот на три дня билет. И надо показывать и то, и то. Там табличка откуда идет. Идет. Ну, вот сейчас идет со второй платформы. 10.18. Уже что-то едет. Идем. Такой вот пригородный поезд. Маленький, небольшой. Ну, метро типа. Ну, пригородный поезд. И туда ехать полчаса, я не помню. Сейчас проверим. Была там один раз. Электричка. Типа электрички. Сейчас уже пол одиннадцатого почти. Десять, десять, пятнадцать. Короче, пусто. Обычно очень много народа, кто работает в Бопешке, едет домой после работы, то они вот на этом ездят. Очень много народа. Или когда туристы. Тоже много. Хотела сказать одну вещь. Кто смотрел мои видео из Монако, я там жаловалась, что спина болит. Короче, спина болела из-за того, что у меня кроссовки старые были. Я купила в аэропорту в Стамбуле новые кроссовки. Думаю, это да. Дветочка купила вот эти. И думаю, кроссовки сколько стоят. Она говорит, 150 евро. И ее. Короче, я заплатила 350 как-то за два. Но там не было налога. Так стоит. Дьюти-фри. И вот эти кроссовки купила. Слушайте, вчера ходила в старых. Так спина болела. Думаю, ничего не таскаю. Сумки нету. Воды нету. Ничего нету. Почему у меня болит спина? И так, знаете, жутко болит. И это сегодня попробовала. Думаю, одену эти. Но они вот здесь у меня подъем высокий. Они вот здесь у меня жмут. И это я не могу исправить, потому что здесь материал. Это уже не веревки. И тут жмут. Я думаю, может растянутся. Если нету, надо купить на полу размера больше. Потому что жмут, давят. Но очень удобные. И хожу в них, и ничего не болит. Я прям в шоке. Сколько, какая разница. Короче, эта проблема была в кроссовках. То я рекомендую. У них ходить прям, знаете, баунцы. Идешь, это для бега. Кроссовки для бега. Но если для бега хороши, то для ходьбы тем более. Многие надо жалеть. Как говорят богатые, жалеют ноги, а бедные жалеют обувь. Поэтому на ногах надо хорошую обувь. Те старые выброшу нафиг. У меня их три пары динамо. Этот билетик надо сюда. Дырку сделать. Дыроколом. Она дорисована. Хорошо ей заметили. Дочка заметила. И тут написано. Вот там вокзал. Надо перейти вниз. По переходу. И здесь карта. Куда идти, куда бежать. А походим, посмотрим. Я была здесь 17 лет назад. Идем, идем. И такой дворик. Зайду, думаю. А ну идем. Все надо посмотреть. Я люблю такие подворец. О, можно посидеть. Как прикольно сделаю из этих. Ка везу. Идем. Я не помню, как идти, но куда-то туда. Я иду, куда люди идут. Туристы. Их видно по дюшке. Ну куда-то туда. Ну прям, ой, кусочек. Собачья еда. Туда церковь. Наверное, туда надо. Идем. Сколько? Соват. Такой городок. Небольшой или село, поселок. Городок, наверное. Сент-Эндрэ. Сент-Энджи. Точка передо мной идет. Видео снимает себе. И это не любит, когда я что-то говорю и слышно у нее. Пошла на другую сторону. Я помню, я здесь была со своим американским другом. Мы уже дружим, не знаю сколько, 18 лет. И кушали мы здесь, но мне еда не понравилась. Я лучше готовлю. Вот так. Окей. Но я помню, что здесь красиво было. Какая водокачка. Воду качать. Такая высокая, большая. Слушайте, как люди раньше жили. Здесь уже начинается старый город. Тоже карта есть. Нужно посмотреть дело. Куда идти, куда бежать. А мы идем прямо. Мы сюда ненадолго так глянуть, посмотреть, что и как. Здесь часу двух хватает. Здесь написано хосу лонг. Это американо. Это эспрессо и добавят воды. Лаванда. Я мороженое в Ницце. Там тоже из лаванды есть. Я на Финоккио держу место. На калории. Ой, уже не могу дождаться. Но мы будем одну или две волоски делать из молоко. Я хочу в Антибе на этот рынок воскресный попасть. Эту колбаску, так она вкусная. Зашла мне. Пахнет лавандой. Мороженое. 500 форентов за штучку. За шарик. Слушайте, дорого так. Почти 2 доллара. Ну, такое место. 356 доллар. Не, не 2 доллара. Доллар. Полтора. Доллар 60-70. Я на диете. Я хочу. Ой, здесь столько кушаем. Капец. Ага, марципан. Музей марципана. Это все из марципана сделано. Музей. Я видела про них документальный фильм. Самош. Это все из марципана. Я не хочу как-то в музей еще с ней. Идем гулять. Такая погода хорошая. Дома сидим как это. Как заключенные в этой Флориде. Хочу назад в Калифорнию. Но сейчас никак. Надо немножко денег собрать. Сейчас никак. Но можно, конечно. Но нет. Поэтому надо еще перекантоваться во Флориде. Немножко и назад. А почему здесь по-болгарски или по-югославски, сербски написано? Якова Игнатовича. Якова Игнатовича. Странно. Сувенирчики. Грибочки. Какие симпатичные. Ой, как я люблю такие грибочки. Ну, куда их поставить? У меня ничего такого нету. Идти тоже на двери. Я бы что-то украдут. Сопрут. Сент-Эндро. Святой Андрей. Мясо, что ли, гривит. Сувенирован много. Ой, какой домик. Боже, я ничего не помню здесь. Давно было. Я тогда концентрировала внимание на моем друге, а не на Сент-Эндро. Слушайте, вчера такой дождь был целый день. Нам пришлось брать зонтики в отеле. В отеле можно попросить одолжать у них зонтик. И холодно было, и дождь был. Целый день дождь. И пасмана. Такая противная погода была. Сегодня хоть нормально. Но ветер дует. Ох, хорошо мы кофты взяли. Сент-Эндро. Фротер. Главная площадь. Как-то здесь совсем не так, как раньше было. Так красиво было раньше. Сейчас как-то все, не знаю, не облопленное, а какое-то все такое тусклое. Я не знаю, не то. Облопленное, да. Может, как все будет. Да, она говорит, может, тогда не было так пасмарно. Когда пасмарно, все серое. Мы позавтракали в отеле. Кушать не хочу. Я решила кушать только когда голодная. Гигантский бургер 2000 форитов. 7 долларов. Как-то так. 6-7 долларов. И недорого. Здесь все-таки дешевле, чем у нас покушать. А Сент-Тендр флаг, как в Украине. Только еще их... Это украинский флаг, смотрите. И только герб на нем. Как-то народу мало. Есть и ресторанчики. Все облупленное такое, все некрасивое. Странно так. Я когда была, здесь такая конфетка была. Частенько. Все цветное. Куда катится этот мир. Смотрите, какое все облупленное. Странно. Будапеш, конечно, чистый стал. Я как-то была там. Ремонтировали много всего. Строили. Все было в пыли. А сейчас все чисто красиво. Я такого откровенного мусора, грязи не видела. Школа и гимназия. Ой, какой ветер. И шум будет в видео. Языки учат здесь. Не знаю, стоит ли идти вот по таким улочкам. Ничего здесь такого нет. Как-то совсем нет. Я лучше бы в Будапешт поехала. Там погуляла. Листья уже с пальца. Сегодня 12 сентября, что ли. Я так рада, что я эти кроссовки оббула. Спина не болит. Блин, вчера ничего не таскала. Ничего. Даже воду. Сумочка одна была и телефон. Так спина болела, спать не могла. Полиция. А это в церкви. Там, по-моему, кладбище было церковное. Мы пришли. Я-то сейчас попробовала все-таки обувь. Это да. Так много листьев опавшего. Еще не надо бы. Еще только сентябрь. Начало, середина. Даже и не середина. Странно так, как сделали прикольно. Смотрите, какая это антик для детей. Это мелких. Это игрушка. Как классно. Это венгерские эти мотивчики. А для чего это? Прикольно. Смотри. Котик. Прикольно такое. Ну, для чего он? Смотри. 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 Это малейный дом. Чуешь, мемориал хаус. А вон там. Вайдамузам. Это не то. Там куда-то. Или это то. Нет. Не должно быть. Короче, в ту сторону. Музей. Ну, вау. That's cool. Ха. Только туда ноги поломаешь, пока сойдешь в нее. Лампочки. Рожки. Люблю такое. Смотрите, терки. Прикольно. Неординарно. Ну, сколько стоит салат из помидоров. 9 долларов. 8. Какие-то цены неадекватные. Какие-то цены очень дорогие. Смотрите. Как-то очень дорого на венгрию. И с шпинатом. Стью. 10 долларов. Пасту. 15 долларов за пасту с сыром. Вообще, какие-то чокнутые. Пасту с сыром. 15 долларов. Капец. В Ницце, в Монако такие цены. Извините, не в какой-то деревне. В Венгрии. Я не люблю жадных. Жадность. Жадность это плохое качество. Были бы хорошие цены. Здесь бы была куча народа. У них бы был оборот. Там было бы все свеженькое было. А так непонятно. Ничего такого нету здесь. Выпивка, которая мне интересна бы была. Хотя, может, и есть. Вот там что-то. Какой-то крем. Лайм. Не, я с Францией хочу привезти. Об этом. Я там в Монако присмотрела кое-что. Я хочу ликерчики. Малиновый там. Я видела. Я в каком-то видео показывала. Вот я хочу оттуда. В коллекцию. Я не знаю. У меня это коллекция алкоголя. Никто ее не пьет. Что это? Котик. Подушечка. Какая прелесть. Рождественский магазин. Мне не надо. Потому что у меня в сумках я хочу мед лавандовый. Он такой вкусный. Купила в прошлый раз. Хочу ликеры. Такое. Еще приправы хочу. Очень классные приправы купила. Какие-то 22 евро с чем-то было. Такая классная. Целый пакет. Надо какую-то маленькую сумочку. Вот типа вот такой. Легенькую. Только не блестящую. Чтобы легкая была. Потому что моя сумка у меня вот такая. И она довольно тяжелая. Я уже взяла какая была дома. Чтобы не тяжелая была. Не таскать. И спрашивали, что я рюкзачок не ношу. Потому что у меня при себе. Ой, смотрите зонтики. Я хочу это. Я ношу паспорт и деньги. Я всегда руку на сумке держу. Паранойя у меня. Меня когда-то украли паспорт в Украине. Я с того времени параноик. В этом плане. Хочу видео поснимать. Но там что-то дэр-дэр-дэр. Я не люблю такие звуки на видео. К сожалению. Такая фигня. Ремонт. О, как хорошо. Когда тихо. Но они что-то там делают. Какой заборчик. Смотрите. Не, мы идем отсюда. Идем. Очень много где такие зонтики ставят. Погуляем еще. Смотрите, какая прелесть. Для мелких. И какая прелесть. Ага. Здесь никто не покупает. Поэтому это скидка. А вот мы оттуда. Я оттуда снимала. А чего это ступени так прогнулись? А села земля, видимо. Плохо строили. Ага. Потому что это не от ступени. Толщина камня такая же. Это не стертый камень. Это просто просела земля. Вот. Или от дождей. Или мягкая земля. И оно все тяжелое. Не рассчитали. А может какое-то землетрясение было. Что-то там порушилось. Какие его знают. Это не город. Это большой рынок. Какой прикольный этот. Прикольный. Он уже разбит. Лето не разбит. Ой, какие они громкие, шумные. Всегда интересовало кто-то все покупает. 11 евро за такое. Оно на Алиэкспрессе доллар стоит. Я, конечно, могу и не в теме быть. Может, а ну-ка, что такое-то ценность в этой бижутерии. Не знаю. 11 евро за фигу. Ой, обожаю такие места. Но мы еще не голодные. Здесь есть какое-то место. Лангуш делают. Очень многие венгреди. Дочки советовали. Там покушать лангуш. Я, конечно, хочу лангуш в Будапеште. Опять мы туда ходили. Но, говорят, здесь очень вкусно. Надо попробовать. Потому что маловероятно, что я сюда еще приеду. Странно, что здесь транспорт. И самурайский меч из дерева. Ой, какая-то прелесть зонтик. Всякая фигня. Всякая-всякая фигня на Валанге. Так, она там. Так, можно найти что-то симпатичное такое. Но я не любитель сувениров. И магнитиков, и пылесборников. Паприку я в магазине покупаю. Вот эти раздешевли, наверное. А вот эту я еще и не видела. Это еще и смокт. Это копченая. Копченая. Я покупаю колодчай. Самая лучшая паприка в магазине. Она стоит большая упаковка. 1600-1700 форентов. Сколько? 5 долларов, что ли? И этой большой пачки мне на год хватает. Я поставлю ее. Я поставлю ее. И это. Это дурбатка. Это 3300-1800. Это было 3800. Это 200 долларов. Это 2 долларов. тукай марципан ликер и мед здесь кстати очень классные кац и из акации мед но я все в магазине беру а ну там в петерс дешевле акациевый мед настоящий акациевый только берите то что чуть дороже на доллар большая банка но там будет 10 долларов вот такая большая банка обожаю он такой вкус акации не фейковый такой как надо коктейль выпить и говорю я уже в монаку выпила коктейль так я в таких местах не пью там ходила как это полуживая чем-то отравили спалили мне желудок это дунай не ну да что еще нужно назад вот так пройтись посмотрите тихо мирно здесь скучно наверное жить боттикет здесь отправляется этот город вот этот кораблик мы купили конечно билеты назад на метро на по электричку но может нужно и так проехать идем посмотрим симпатичный городок но очень-очень грязь так не должно быть сегодня какой день хочу не написано когда хочу не написано время короче непонятно там с кем до 15 долларов лет вот если велик с вами то за него 8 долларов надо заплатить 8 или 9 3 500 это 10 долларов все-таки на поезде дешевле он еще конечно идет часа два этот этот кораблик я раз я ехала на кораблике и и не сойдешь сидишь и уже изнываешь скуки не мы поедем поедем это да мы поедем на поезде как приехали тем более билеты уже есть смысл не мы хотим на кораблик вечером дочка хочет я была там ничего не видно но она очень хочет придется с ней тащиться туда на этот кораблик какая интересная улица гэсхайу гэсхайу это как как она лука корабль который на пару паровой паровой корабль всякая фигни такой и не очень венгерской кстати я прошла раскупила карты меня из этих карт и даже не знаю зачем они мне столько мы просто постоянно переезжаем никуда не нету их положить никак не могу в этот центра можете и не ехать вот видео посмотрели хора здесь нет этого вайба как раньше все знаете коммерция на коммерция я конечно за коммерции ничего против не имею но я все-таки бы хотела чтобы были сувениры такое фолк они алиэкспресс все такое зачуханное жалко так вот вот это вот это да хэрэнди они дорогие но это ручками рисовали рыбки какие будет свой дом можно покупать чисто вот такое люблю когда вот такой знаете на приятно посмотреть хоть даже посмотреть на культуру на историю даже вот эти сумки на ванной и герском стиле это симпатично сколько они стоят 3 900 ого 12 евро доллар или евро дорого за такую сумку она 2 доллара цена но за 5 за 6 слушайте у монако 5 долларов такая сумка это же просто принт другой сумка тоже не люблю жадных дайте цены нормальным все продастся опять купить опять продать купить оборот 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 не надо выставить такую цену чтобы она лежала зачем курочка по зернышку клюет посмотрите зачем зачуханная пуза облуплено люди возьмите краску покрасить конфетка будет как было так сходили посмотрели особенного это раскручено знаете для туристов я люблю красивое что-то вот монако буду ходить и с кафе в кафе там чисто там только один раз облуплено видео и там цены как здесь или дешевле ну так это монако извините меня короче такой вот центр не не знаю как-то были больше ожидания я здесь и закончу это видео ни о чем всем привет сантендра всех любит целую чал